Любви все возрасты покорны, а уж спорту, тем более, возраст не помеха. И в том, что в здоровом теле здоровый дух, сомневаться тоже не стоит. А сохранить на всю жизнь и то, и другое, что может быть лучше. Сегодня в нашем городе, в Зюшор родной край, впервые состоялось физкультурно-спортивное мероприятие «Бабушки и дедушки на старт», посвященное Дню пожилого человека. В состязаниях участвовали четыре команды, в каждые восемь человек. Четыре мужчины и четыре женщины. Примечательно, что возраст участников ограничен. Мужчины от 60 лет, женщины от 55. Кто-то из них профессиональный спортсмен, кто-то поддерживает форму, делая зарядку по утрам. Но все они в один голос уверяют, что спорт – это жизнь и, конечно же, здоровье. Участие в таких мероприятиях, во-первых, это пропаганда здорового образа жизни. Это пример для подрастающего поколения. И такие мероприятия добавляют эмоции, настроение хорошего. На веки со спортсменами. На веки. 45 лет в сборной команде области, России. Вот. Только что пробежали. Есенинский пробег выиграл. Выиграл в Гиблице. Это Аксеновский пробег. Дважды герой Советского Союза летчика-космонавта. Ну и сегодня примем участие. И постараюсь показать хорошие результаты. Почему вы решили принять участие в СССР? Ну, за команду, за своих ветеранов. И вообще, чем человек больше двигает, тем здоровей будет. Всем того и желаю. А вы считаете, вот спорт, он помогает вообще поддерживать здоровье, держать себя в форме? Конечно. Если вообще не двигаться, вообще ходить не будет. Я дома сама занимаюсь. Просто вот и так вот. Элементарные упражнения. Хотя бы, чтобы не застаиваться. А так, я считаю, что спорт – это для всех хорошо. От малого до великого. А в программу соревнований входила визитная карточка команды, спортивно-развлекательная эстафета и выполнение норм ГТО, которые снова в моде. И, конечно же, главное здесь не победа. Главное – участие и море позитивных эмоций, которые получили как соревнующиеся, так и зрители. Продолжение следует... Продолжение следует...